Мы немного будем изучать из этой недельной главы и сосредоточимся как раз на 13 главе. Я хочу прочитать первые три стиха из 13 главы еще раз. Я прочитаю это на русском. После сего народ двинулся из-за сиров и остановился в пустыне Фаран. И сказал Господь Моисеев, говоря, пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю сынам Израилю. По одному человеку от колена отцов их пошлите, главных из них. И вот народ Израиля, они как раз находятся, подходят к земле ханаанской, они находятся в Фаране, как тут написано. Это на самой границе. И вот Господь, Он желает подготовить их к новому этапу. И Бог им заповедует и говорит, идите, вы смотрите, рассмотрите эту землю, которую я даю вам. Он говорит, я подготовил для вас эту землю, я даю ее вам. То есть вот это вот действие, которое они делают, они идут, чтобы высмотреть, чтобы узнать, что находится в этой земле. И избираются 12 человек, главы колен для вот этого действия. Это знатные люди, очень важные люди, которых все знают и уважают. И каждый из них, он является представителем своего колена. То есть это люди, которые были избраны специально, отделены на вот это вот действие послания. И вот они заходят в землю ханаанскую, с юга, поднимаются в Негев. И если вы откроете свои карты дома, когда у вас будет время, вы можете посмотреть весь этот путь, которым они шли. Они доходят до города Хеврон, который называется. И по дороге они встречают много различных городов и людей, великанов, сильных и крепких. С одной стороны, то, что они видят, это то, что это земля благословенная, много плодов различных, много деревьев, которые дают хорошие плоды, что все цветет и растет. Но с другой стороны, они видят очень укрепленные, защищенные города, с сильными и крепкими людьми там и войнами. И вот через 40 дней они возвращаются назад. И Моше ожидает информацию, для которой они были посланы. И вот первая информация, которую они отдают, она очень веселит людей, она очень хорошая. Они подтверждают то Божье обетование, говорят, эта земля, она действительно земля, в которой течет молоко и мед. Вот те плоды, которые мы принесли с этой земли, она действительно благословенна. И вот народ это слушает, их сердце веселится, их сердце веселится. Но после этого они дают следующую информацию. Говорят, земля-то благословенна, но в ней очень крепкие, обустроенные города, которые нам будет невозможно захватить. И написано, что они просто опустили руки всего народа. Я хочу напомнить вам, что мы говорим здесь о людях, которые видели все Божьи чудеса, которые он творил во время пустыни. Они также видели, какое наказание они могут получить за неверие. Но несмотря на это, они передают эту информацию. Из этого мы можем понять, что духовное состояние народа, оно было не в очень хорошем состоянии. Почему? Потому что ту информацию, которая здесь передается, это информация, которая исходит от глав коллеги, которые являются представителями. И на то, что они обращали внимание, это только на физическое состояние. Что там есть вода, что там есть еда. Эта информация была получена от десяти представителей, но были двое из двенадцати, которые смотрели на это по-другому. Один это был халев из колена Иуды. А другой это был Иисус Навин из колена Ифраем. И вот в шестнадцатом стихе, если мы посмотрим, мы можем увидеть, что Моисей, он там уже выбирает Иисуса Навин. Это в семнадцатом стихе написано. И там он изменяет ему имя Теосии на Иисус. Смысл этого изменения, он ему добавляет одну букву, букву «Юд» впереди его имени, то, что обозначает Господь. Моисей, он просто видит, что этот Осия, или Иисус, это особенный человек. И мы, если читаем дальше, то мы знаем, что он потом стал правой рукой Моисея, и он был тот, который вел народ Израилева в землю Кананскую. И вот эти вот двое, халев и Иисус Навин, они видели что-то больше физических вещей. Они смотрели на духовную сторону всего. Все эти двенадцать человек, они были вместе. Они видели одинаковые вещи. Но каждый понимал это по-своему. Десять из них сказали, мы просто не способны захватить эту землю. Но другие двое, они говорят, да в этом нет никакой проблемы, потому что Бог с нами. Они помнили те чудеса и знамения, которые Бог явил им. Они понимали, что Бог ничего просто так не делает, и Он привел их на этот этап, и значит Он поведет их дальше. И может быть, они даже не обращали внимание на этих великанов, потому что их это не интересовало. Это было из-за того, что они верили в Бог, и они говорили, вот, еще чуть-чуть, и мы войдем в эту обитованную землю, которую Бог дает нам. И вот в то время, когда все говорят, мы не сможем захватить эту землю, мы все будем порабощены, нас убьют. И Халев в тридцатом стихе, он говорит. В тридцатом стихе, он говорит. И Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря. Пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. И Халев обин, что он не способен делать. Потому что Халев, он понимал, что Бог может сделать. Он понимал Божий план. И как мы прочитали в самом начале, Бог говорит. Идите, посмотрите землю, которую я даю вам. Он говорит, я даю вам эту землю. Вам уже не надо раздумывать, нужно или нет. Просто идите и возьмите. И то, что в 14 главе мы читаем, что Ихалев и Иисус Навин, они пытаются доказать народу и убедить народ, что это наша земля, и что мы должны в нее войти. Но народ не соглашается. И вот это вот послание, оно должно было закончиться совсем другим образом. Они должны были получить информацию, вернуться, передать эту информацию. И они должны были вместе все с представителями всего народа сесть, обдумать и построить определенный план, как им зайти в землю. Они должны были построить план по Божьим обитованиям, и как Бог желает, чтобы они с какой стороны могли зайти и атаковать. Это был Божий план. Бог не планировал подвезти их к самой границе, а потом вернуть назад. То, что должно было произойти, они должны были войти и победить те народы, которые там были, и охладеть этой землею. И должны были радоваться и веселиться с теми хорошими плодами, которые земля дает им. Но это не то, что произошло. Потому что народ не был убежден, они стали роптать. И вот в 11 стихе, в 14 главе написано, что «Слава Господня сходит на народ». И написано здесь, что Бог говорит «Доколе будет раздражать меня народ сей, и доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди его». И вот Бог спрашивает каждого из нас, «Доколе я могу терпеть ваше неверие?» Ведь я среди вас так много всего делаю, чудес и знамений. И у меня есть еще много для вас всего. Но в первую очередь Он хочет, чтобы мы, как люди, следовали за Ним и доверяли Ему. И вот, когда мы дальше продолжаем читать, мы видим, какой суд достается им за их неверие. И среди Писаний мы можем понять, когда читаем это, что неверие – это великий грех. Потому что ты просто пренебрегаешь Богом. И вот впоследствии мы видим, что 10 этих человек, которые были посланы, которые не верили Богу, они погибают. И иногда неверие, оно приводит, во-первых, к духовной смерти, а потом и к физической. Потому что написано, невозможно прийти к Богу, если ты в Него не веришь. И также весь народ получил наказание, вот из-за 10 человек. Они пришли на дорогу в Медбаре 40 лет. 40 лет они гуляли в Пустыне, пока все не умерли. Шена на каждый день, когда мы ходили в Медбаре. Год за каждый день, который они ходили. И также, кто кто-то сидит в Эмонах, это Халев, Иерусуа, получил его. И те двое Халев, Иисус Навин, которые верили, которые доверяли Богу, они получили свою награду. Он сказал, я благословлю их за их веру. Они войдут в землю, которую я обещал, и получат благословение. И впоследствии мы видим, что Халев получает город, который называется Хеврон. И Халев, он, как мы читали, из-калена Иуды. И из-калена Иуды также произошел царь Давид. И его царство началось как раз с Хеврона. И может быть, если в то время Халев не проявил свою веру, то и Давида бы не было. И так же мы знаем, кто произошел от колена Давида. И Ишуа, наш Мессия. И Иисус Навин, он также получил свои владения в земле Хананской. То, что мы можем здесь видеть, что те, кто верят Богу, они получают награду. В нашей жизни есть очень много великанов, которые противостоят на пути. разные проблемы здесь и там. Но Бог приводит нас к этому. Он хочет использовать этих великанов в нашей жизни. Чтобы мы могли укрепиться в нашей вере. Чтобы мы вместе с Богом могли проходить, захватывать и побеждать. Это процесс, когда мы возрастаем. Потому что Бог не любит, когда мы идем просто по прямой дороге, и Ему все удобно и легко в колее Он двигается. Поэтому Он использует разные силы, чтобы нас укрепить еще. Но только тот человек, который видит сверх-физическое состояние, видит духовное, он может победить. Иногда Бог желает, чтобы мы могли делать шаги вперед туда, где мы не знаем, что происходит. Мы не знаем, что нас там ждет, но Бог желает, чтобы мы сделали шаги вперед. И Он действительно хочет, чтобы мы всегда знали, что Бог сделал в нашей жизни. Особенно важно, чтобы мы всегда помнили, что Бог сделал в нашей жизни. Когда Давид находился в тяжелом состоянии, он просто садился и пытался вспомнить, что Бог доброго и хорошего сделал в его жизни. И еще один пример из учения Ишуа. Это написано в Матфее 16 главе. С пятого по двенадцатый стих. Ученики прибыли к другому берегу. Оказалось, что они забыли взять с собой хлеб. Смотрите, берегитесь в фарисейской и садукесе закваски, сказал им Ишуа. Они говорили между собой, мы не взяли хлеба. Ишуа, узнав об этом, сказал им, почему вы говорите, что у вас нет хлеба, мало веры. Ничего вы не понимаете, не помните о пяти хлебах на пять тысяч человек, сколько корзин вы набрали, а о семи хлебах на четыре тысячи, сколько корзин вы набрали и тогда. Неужели вам не понятно, что не о хлебе я говорил? Берегитесь в фарисейской и садукейской закваске. Тогда они поняли, что Он предостерегал их не от хлебной закваски, а от учения фарисеев и садукеев. То есть здесь Ишуа показывает и напоминает ученикам о тех чудесах, которые Он уже сделал. Он все время учил учеников своих, чтобы они могли мыслить духовно. Он говорит о физических вещах я позаботюсь для вас. Но несмотря на все вот эти вот чудеса, которые они видели, они все равно продолжали думать о хлебе. И поэтому можно видеть, что Ишуа здесь, Он немного злится на них. Потому что они забывают. Поэтому Бог желает, чтобы мы могли смотреть дальше, чем физическое состояние. И таким образом мы начнем обладевать духовным миром и ощущать его сильнее. И не бояться, потому что страх это что-то противоположное верить. Но каждый из нас, который сидит здесь сегодня, это тот, кого Бог выбрал. Бог дает вам выбор и вы решаете, куда вам двигаться. Спасибо, Женя. До свидания. До свидания.